Мы нашли сами адреса, сто раз упоминали, значит, вот ей дали. Как показатель, она не жалуется, мы входим вам в год. И вот комнату сыну? А комнату, вот, мать двоими детьми, значит, сыну дали 14 метров в подвале на Льва Толстого. Вот, мальчишка там, значит, мучается. Она без квартиры, без средств существования, больная, в сердце тоже. А девочка, значит, дочка живет вообще у знакомых. Значит, департамент ведет себя, можно сказать, нагло. Потому что, как бы мы не приходили, то, что вот мы жалуемся, везде в телевидение ходим, нам сразу сказали, вы ничего не получите. Открытым текстом сказали, вот, значит, были у Федоренчика, были, значит, у Коноваловой, вот этот инспектор, который нас с презрением встречает и с презрением провожает. Все, мы вам давали вот эти, вот, по-моему, это, как говорится, вы не согласились. Значит, судились, суд мы выиграли. Наши требования были проведение экспертизы технического обследования здания на предмет, значит, проживания в нем. И о предоставлении маневрного фонда. Выиграли суд. Теперь, значит, чтобы тянуть время, департамент подал апелляцию. Вот, значит, 10 августа у нас первое заседание в областном суде. Ну, это все правоводство. 10 августа. А, тем не менее, мы продолжаем жить на улице, то где, вот, квартиры снимают, то уже сколько, то на даче пока. Мы просто выживаем, мы снимаем квартиру, мы живем на дошираках, питаемся реально дошираками, потому что ни на что не хватает. Ну, вот так вот, пишем, ходим, и Путину обращались, к Жириновскому главу. Вот, прокуратура, вот, прокуратура, последняя отписка была, прокуратура, сама судность, прокурор писал. Ну, я так на словах объясню, значит, департамент не нарушает законы, все нормально, значит, все было предоставлено незамедлительно, мы отказались. Сейчас мы не приходим, ничего не требуем. Ну, в общем, вот так вот все. Куда идти? Будем продолжать писать, президенту будем писать, опять Жириновскому будем писать, будем опять телевидение привлекать. Я вам ничего не дам, она сказала, потому что вы опять начнете жаловаться, а у меня ничего лучше нет. Идите, обращайтесь там, в министерство финансово. Ну, а восстановить дом никак? Остановить, посмотрите, какое состояние привели еще. Вы пройдите, вот, если не может быть обследования, там трещины пошли, огромные трещины. Мы заказывали жилищную инспекцию, а там невозможно пожарить. Нет, мы заказали жилищную инспекцию, обследование дома там уже явно не восстановится. Ну, не знаю, может быть, попробуют. Ну, это там начиналось, если начинать надо с фундамента. Ну, в общем, тяжбы у нас судебные, и, в общем-то, никаких изменений отживок. Они не реально сделали, они где-нибудь нашли, отключили все коммуникации. Оставили бы все коммуникации включенные, дом бы высох, бог с ним там проветрился. Но они довели до такого состояния, что сейчас взглянуть просто на дом не возможно. Ну, я видел, сразу все отключили, естественно, трех полгода вокруг дома лежали на асфальте вот на вот эти палки, ветки, которые никто не даже не... Мы занимались этим своим, как говорят, бытом, таскали свои оставшиеся шмотки по гаражам. Значит, еще раз, Бакинская, 21, сегодня 11 июля 2017 год. Значит, у нас три квартиры по договору соцнайма и пять квартир-собственники по договору соцнайма. Значит, они говорят, у них нет денег для порталя для ремонта маневринфонда. У нас не было денег полтора года назад, вот, дочь, кинсатри операции. Значит, мы шли, она больная ходила, я ее возила на работу, и я подрабатываю на двух работах. Нас коллекторы, значит, доставили договор, составили, чтобы мы отдали эти деньги, долг. Мы отдали. А нас это не касается, что у департамента нет денег. Нас это совершенно не касается. Вот есть договор, в котором написано, значит, если жилье приходит в негодность, должны обеспечить таким же маневренным фондом или постоянным договору соцнайма в соответствующем санитарным и техническим нормам. Все. Больше мы чего знать не хотим. Они наняли этих коллекторов, а мы будем судить. Молодцы. Так и надо. Нет, автобус вот сгорел, пожалуйста, всем помощь предоставили. Там полмиллиона кому-то пострадавшим, кто погиб, миллион. А у нас здесь живые еще, мы на улице. Вы все ждете, пока мы помрем, все пять, семьсот. Можно дать. Дом сгорел не по нашей вине. Была кража и поджог. В трех местах выгорел квартиру. Тоже начали все это исследователи и прокуратуру. А прокуратура 17 февраля отдали заявление. Значит, потом пришла, говорит, дайте мне отписку, что вы решили. Это Куйбышевская района. А где? Я говорю, ну у вас же должен быть входячий. А у нас нет входячих. А вы на почту сходите. Я говорю, вы меня что, совсем спят? Вот сидят в креслах и спят у нас в прокуратуре Куйбышевской районе. Вот, это же вообще кошмар. Как не придешь, вот в одном кабинете, вот он справа кабинет, так заядет. Вот он всегда спит там. Ну, может, и охранять, и стул хранить. Чем занимаешься, что дедут, за что деньги получают, не понятно. Вышибать надо. Все понятно. Подряд, всех.